Криминальная хроника Аналитические материалы правоохранительной тематики Информация об уголовных преступлениях, правонарушениях или других событиях, имеющих отношение к процессу нарушения закона Обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в передаче «Дежурная часть» Здравствуйте! В данном выпуске популярная игра или финансовая пирамида, разбираемся с условиями и последствиями участия Установлены личности мужчин, сорвавших из женщин золотые цепочки Кража из сейфа в гостинице раскрыта по горячим следам По факту грабежа в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело Подари 100 долларов, приведи двух друзей и получи 800 долларов Заманчивое предложение, не так ли? На первый взгляд все выглядит легко и просто Но на самом деле вы можете стать участником финансовой пирамиды Далее подробнее В марте текущего года в нашей стране распространилась и получила популярность финансовая игра Позднее она остановилась, а отголоски последствий данной игры наблюдаются до сих пор Так, с заявлением по факту мошенничества и обмана в управлении координацией деятельности органов внутренних дел ЮНЦАБАТСКОГО района обратилось свыше 20 человек В инстаграме я наблюдала за страницей блогера Она рассказала об одной игре, где можно заработать деньги И при этом никто не рискует По условиям игры я должна была передать 100 долларов Привезти двух людей, которые также вложат по 100 долларов А потом спустя несколько дней я получу 800 долларов Я поверила и тоже решила попробовать Передала 1 миллион 140 тысяч Но необещанных денег, не вложенных я так не получила В апреле игра остановилась, и я осталась ни с чем Как мы видим, легкие деньги – это всегда риск Желавшие быстро и легко приумножить свой доход не получили обещанного Потому как игра, которая требует плату за участие И обещает за короткий срок разбогатеть за счет привлечения других участников Является финансовой пирамидой Выявить финансовую пирамиду можно, если обратить внимание на следующие факторы Отсутствие у организации лицензии на деятельность И то, что выплаты производятся не из прибыли, а из привлеченных средств новых участников В конце февраля я присоединилась к этой игре Играла Когда сайт заблокировали, игра остановилась Мы ждали пару недель Новые люди не приходили Потом мы решили сделать рекламу через блогера Заплатили ей 300 долларов Я завела специальную тетрадь, записывала туда новых участников Деньги переводили мне на пластиковую карточку Либо передавали наличными Игра шла полным ходом Деньги новых участников переводились тем, кто присоединился к группе ранее Всего я играла три раза и получила деньги Я не знала, что это финансовая пирамида Что это незаконно Такие на первый взгляд безобидные игры опасны тем, что доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих До того момента, пока численность пользователей не упадет настолько, что выплачивать ранее пришедшим участникам пирамиды будет нечем В итоге пирамиду ждет закрытие А недавно зарегистрированные участники потеряют не только обещанные проценты, но и личные вложенные средства По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 168 и 188 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан Для принятия законного решения дело передано в суд Напоминаем, осуществление незаконной деятельности по прилечению денежных средств и иного имущества физических и юридических лиц путем принятия обязательств по предоставлению имущественной выгоды В свою очередь ГУВД Ташкент рекомендует не верить сомнительным обещаниям неизвестных вам лиц, связанных с вложением денежных средств и получением хорошей прибыли Не попадайте в ловушку тех, кто представляет подобные финансовые схемы в различных социальных сетях и мессенджерах как простую игру с выгодой Как жаль, что однажды оступившись, человек не делает для себя соответствующих выводов Вместо того, чтобы следовать установленным правилам и соблюдать законы, вновь совершаются преступления Так, ранее судимые мужчины средь бела дня совершили грабежи, то есть открытое хищение чужого имущества Подробности далее в сюжете 9 августа днем 31-летний Ихрамидим с целью присвоения себе чужого имущества на улице Мукими сорвал с шеи женщины золотую цепочку стоимостью 6 миллионов сумм и скрылся Я приехал на текстильный на своей машине с определенной целью У меня был долг, я должен был воплотить за аренду машины, но денег у меня не было и поэтому я решил обокрасть кого-нибудь Я знал, на что шел и понимал, что совершаю преступление Я ходил вдоль дороги и высматривал походящую жертву Я увидел женщину, на шее у нее была золотая цепочка Я воспользовался тем, что рядом никого не было, подбежал сзади, сорвал цепочку и убежал Она стала кричать, в это время кто-то приезжал мимо на машине и увидел, что она зовет на помощь Какой-то мужчина вышел из машины и побежал за мной Я убегал от него, но вскоре устал бежать Он почти догнал меня Я остановился, вытащил нож и сказал, чтобы он не подходил Он остановился, после чего я убежал, сел в такси и уехал В ходе проведения оперативных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения Было установлено, что подозреваемый, прибыв на место, 4 часа наблюдал за прохожими После чего совершил преступление Личность мужчины была установлена и вскоре он был задержан В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 Грабеж Уголовного кодекса Республики Узбекистан Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Следственные мероприятия продолжаются Ранее аналогичная ситуация произошла и в Челанзарском районе столицы 53-летний Абдукарим также совершил грабеж Сорвав с шеи женщины цепочку стоимостью 600 долларов США Впоследствии, распорядившись похищенным, как своим собственным Мужчина продал ее, а деньги потратил на собственные нужды Я приехал в Челанзарский район, шел по тротуару На встречу мне шли две женщины Я сорвал цепочку и убежал Позже я продал ее займ 1 миллион 820 тысяч сумм А на следующий день меня задержали Как мы видим, все подозреваемые были ранее судимы Однако мужчины, так и не сделав для себя соответствующих выводов Вновь приступили закон Теперь за совершенные преступления им грозит наказание В виде лишения свободы до пяти лет По сообщению поступившему в дежурную часть управления координацией деятельности органов внутренних дел Яшнабадского района 10 августа в одной из гостиниц произошла кража крупной суммы денег В результате принятых оперативно-розысканных мер злоумышленники были установлены По подозрению в совершении преступления были задержаны двое Работник гостиницы и его друг 35-летние Рустам и Джахангир – одноклассники Дружат с детства Всегда помогают и выручают друг друга Так, 9 августа, встретившись после работы Рустам предложил другу решить его финансовые проблемы путем совершения кражи из сейфа Мы встретились И по дороге домой Рустам показал мне видео На котором был скрытно заснят сейф и код для его открытия Он дал мне ключ от комнаты Сказал, где стоит сейф Мы обговорили все детали нашего плана На следующий день рано утром мы приехали к гостинице Я вышел чуть раньше, а Рустам зашел на работу Через некоторое время, пока Рустам отвлекал сотрудника ресепшена, я зашел в здание Я был в маске, открыл ключом дверь и зашел в комнату Набрал код сейфа Внутри него было много денег Я положил в рюкзак, сколько поместилось Придя на работу, я стал чинить мотор и попросил помочь парня с ресепшена Согласно плану я специально отвлек его Чтобы Джахангир смог зайти и его никто не увидел После я также незаметно вышел из гостиницы Затем мы встретились с Рустамом в условленном месте Я показал ему рюкзак с деньгами А потом я пошел домой и спрятал украденное в подвале Благодаря принятым мерам уже на следующий день мужчины были задержаны А деньги возвращены владельцу В ходе следствия было установлено, что из сейфа было украдено 170 миллионов сумм и 71 тысячи долларов США По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан Напоминаем, ответственность и наказание за совершенные преступления неизбежны Каждый понесет определенное уголовное наказание в соответствии с совершенным противоправным деянием В столице на постоянной основе осуществляется работа, направленная на предупреждение и профилактику преступлений и правонарушений Обеспечение правопорядка и безопасности населения, защите прав, свобод и законных интересов граждан Но несмотря на это, некоторые молодые люди совершают необдуманные поступки, о чем впоследствии сильно зажалеют Несмотря на юный возраст, Инамджон и Бабурджон приступили закон И теперь привлечены к участию в уголовном деле в качестве подозреваемых Они приехали в Ташкент в начале июля, продавали мороженое Затем ребята решили вернуться домой, но прежде у них возник коварный план Первого августа ночью мы шли с Бабуром по улицу, где она Увидели парня Мы договорились, что подойдем к нему и попросим телефон, чтобы позвонить Затем нападем на него, отберем телефон и продадим этот телефон, а деньги потратим Мы дождались, когда парень подойдет в темное место и подошли к нему Я возвращался домой после работы, ко мне подошли двое, попросили позвонить Я дал свой телефон, после чего они ударили меня, повалили на землю и убежали Мы хотели скрыться, но буквально через 100 метров нас задержал сотрудник и доставил в отдел внутренних дел Я прошу простить меня, я очень сильно раскаиваюсь Я благодарен сотрудникам, их сразу задержали и вернулись в телефон Благодаря бдительности, опыту и чутью сотрудников Сергилийского района, отобравшие мобильный телефон молодые люди, задержаны практически на месте преступления По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2, статье 166, грабеж Уголовного кодекса Республики Узбекистан Следственные мероприятия продолжаются В свою очередь ГУВД Ташкента напоминает Уважаемые жители и гости Ташкента Будьте осторожны, желая помочь незнакомцу Не стоит давать в руки незнакомым вам людям ваши личные вещи Если у вас просят телефон для звонка, скажите, что никому не даете свой телефон Но без проблем можете помочь Пусть незнакомец продиктует вам номер человека, с которым нужно связаться и скажет, что ему передать Будьте бдительны Уважаемые водители Не оставляйте автомобили открытыми, а ключи в замке зажигания Будьте бдительны Будьте бдения Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok